Основание крестовоздвиженского женского монастыря было положено в 1837 году. Тогда это была небольшая женская богодельня при церкви святых мучеников Флоры и Лавра в селе Старый Ям Подольского уезда. Восстановление монашеской жизни и реставрация обители начались 14 лет назад. В минувшую субботу в монастыре побывал святейший патриарх московский в Сеаруси Кирилл. Предстоятель русской православной церкви совершил чин освящения Возьесенского собора, на которую собралось около тысячи прихожан. С освящением этого величественного Возьесенского храма как бы подводится очень важная черта. Мы можем сказать, что обитель возрождена. Возрождена из разрухи, из поругания, преодолев очень трудный путь. Потому что не все радовались этому возрождению. И много трудностей, и проблем иногда возникали на ровном месте, препятствуя пути к тому дню, которому мы сегодня все радуемся. Торжественные мероприятия были приурочены ко дню памяти святителя Николая, жившего в IV веке. Он прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем-угодником. Совершая паломничество в Иерусалим, Николай-чудотворец по просьбе путников молитвой успокоил разбувшивавшееся море. Удержав меч палача, святой Николай спас от смерти трех мужей, невинно осужденных корыстолюбивым градоначальником. Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. У нас есть реальная, живая связь с святителем Николаевым. Как много героев запечатлено на страницах истории, выдающихся философов, мыслителей. Мы о них знаем из учебников истории. Но разве хоть с кем-то из них сохраняется живая связь людей XXI века? В храме на Божественной Литургии присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Ленинского района. Патриарх Московский и всеоруссии Кирилл вручил Олегу Хромову грамоту во внимание к помощи Крестовоздвиженскому, Иерусалимскому, Ставропегиальному женскому монастырю. Всем участникам богослужения были розданы иконки Иерусалимской Божьей Матери с Патриаршем Благословением. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.